Всем привет! Для тех, кто впервые попал на мой канал, сообщу, что меня зовут Сергей Зайцев. Я занимаюсь установкой дополнительного оборудования на автомобиле, а также компьютерная диагностика и ремонт электрооборудования автомобиля. Сегодня к нам в работу заехал автомобиль Volkswagen Touareg. На этот автомобиль я буду сегодня впервые устанавливать, на мой взгляд, сложную сигнализацию. Называется Pandora Pandec X1800. Это микросигнализация с GSM-связью, с метками, подключаясь по CAN-шине к автомобилю. Сейчас хочу показать, что входит в комплект данной сигнализации. Итак, у нас вот такая сигнализация. Сегодня будем ее устанавливать. Откроем, посмотрим, что у нас. Называется Pandec X1800. GSM-сигнализация, в комплекте идут метки. Она без брелочная, то есть управление с телефона. На метке есть кнопочка. Можно с помощью этой кнопочки машину ставить и снимать с охраны. Посмотрим, что у нас внутри. Карточка с кодом аварийного отключения. Эта карточка дается владельцу автомобиля. Код находится под защитным слоем. Этот код должен знать только владелец автомобиля. Инструкция по сигнализации. Схема подключения. Назначение проводов самой сигнализации. Рельеф блокировки. Две метки. Пандек. Вот кнопочка на метке. Шнур USB и microUSB для программирования сигнализации. Данная сигнализация программируется с помощью компьютера. Сам блок сигнализации вот такой миниатюрный. На нем есть кнопочка валет, два светодиодика и три разъемчика. Один для кнопочки. Кнопка и светодиод совмещенный. И второй разъемчик маленький для датчика температуры двигателя. Вот такой датчик температуры двигателя с проводным. И комплект монтажных проводов подключения самой сигнализации. Дальше у нас еще есть чехольчик. Сюда вкладывается метка, крепится на ремень. И носится метка отдельно от ключей. Гарантийный талон с адресами. Концевик капота и здесь еще есть бузер, пищалочка, которая будет оповещать нас о том, села батарейка или метка не прочиталась. Анализация производитель Россия. Внутри в блоке стояла вот такая сим карточка с российским оператором. Я ее вынял, так как мы находимся на Украине и нам нужен оператор украинский. Как видим, в комплекте нету сирены и нет стартового пакета для этой сигнализации. Сирену я докупил отдельно. Вот такая сирена у нас будет стоять. И такой стартовый пакет. Сим карточку я уже вставил в блок сигнализации. Вот, пожалуй, и весь комплект, который надо будет подключить, установить на данный автомобиль. Повторюсь, автомобиль Volkswagen Touareg 2011 года. Все настройки необходимо произвести с помощью компьютера. Хочу сразу отметить, что такую модель сигнализации я еще не устанавливал, поэтому буду учиться вместе с вами. Приступим к установке. автомобиль Volkswagen Touareg. Буду делать его впервые, поэтому мне необходимо время для того, чтобы разобрать автомобиль, посмотреть, где лучше подключиться, где разместить блок, куда проложить провода. В общем, сейчас займусь разборкой автомобиля и изучением мест, где что поставить. Когда определюсь, где что буду устанавливать, тогда вам покажу. Я разобрал автомобиль, не очень сложно в разборке. Один из моментов был с клиентом обсужден, это размещение этого светодиодика с кнопкой валет. Мы решили установить этот светодиодик. Защитка вокруг руля, декоративная накладка и светодиод будет закреплен вот здесь. Просто клиент не хотел, чтобы оно бросалось в глаза. Поэтому мы его тут и закрепим. Вот тут он будет стоять у нас. Правда уйдут под этот защитный кожух. У руля есть возможность перемещения по высоте и по глубине. Во всех положениях светодиод нам там мешать не будет. То есть, он там просто будет прятаться, если руль задвинуть. Если его выдвинуть, тогда его будет видно. И можно нажимать кнопочку, что произойдет с инновизацией. Это то, что касается светодиода. Светодиод у нас будет размещен на этой пластиковой детали. Прикручу я его саморезами. Тут есть два отверстия. То есть, на скотче он, скорее всего, отпадет, а если прикрутить, то будет надежно держаться. Дальше разобрал я все снизу. Снял все декоративные детали снизу, с торца торпеда. У нас появился доступ к размещению блока сигнализации и подключению проводов от сигнализации. Основное подключение будет производиться в жгуте проводов, который идет в дверь водителя. Тут я подключу, коричневый это будет масса, красный с желтой полосой это будет у нас плюс питание сигнализации. И оранжевый с коричневой и оранжевый с зеленой полосой это у нас кан шина. К ней мы будем подключаться. Все управление подключения сигнализации будет работать через кан шину. Не надо подключать дополнительных концевиков никаких. Все у нас по кан шине передается. Все, что касается салона, то в принципе все. Блок будет где-нибудь там под торпедой спрятан, приклеенный двусторонним скотчем и пристяженной стяжкой пластиковой. Блок будет спрятан, визуально виден не будет. Все провода мы будем обматывать тряпчаной изолентой, чтобы не выделялось из всего, что есть в автомобиле. Потому что все провода в автомобиле обмотаны тряпчаной изолентой. Вот, скажем, один из проводов. Основные подключения, блокировку двигателя будем делать под капотом. Под капотом разместится у нас сирена и блокировка двигателя. Для прокладки проводов под капот в резиновой заглушке я проковырял отверстие и просунул сейчас металлическую протяжку туда. К ней я привяжу провода, которые будут идти на сирену и на блокировку двигателя. Для прокладки проводов под капотное пространство мне необходимо было снять дворники и снять вот эту декоративную накладку пластиковую. Но я столкнулся с трудностями. Дело в том, что один дворник мне удалось снять, а второй дворник водительский снять не удается. Держатель дворника закис на направляющей и его не удается снять. Пробовал съемниками, как только не бил, не стучал молотком, снять не получается. ВД пробовал, брызгать ничего не происходит. Поэтому есть определенные сложности. Но мы на этом не останавливаемся, вносим коррективы и продолжаем работу. Я протяжку уже просунул из салона, вот она. К ней внутри салона привяжу провода и вытяну. Блокировку двигателя буду производить в этом блоке предохранителей. У нас блокировать мы будем питание компьютера двигателя. Предохранитель вот этот F7 по распечатке 15 ам. Провод красный с коричневой полосой. Вот этот провод я буду разрывать, блокировать двигатель. При этой блокировке у нас просто глушится двигатель и ошибки никакие не выскакивают. Саму сирену я предполагаю ее разместить где-то здесь. Провода либо я просуну через этот чехол, уплотнитель резиновый, либо через вот этот резиновый. Сюда в блок я попаду также через резиновый уплотнитель. Сюда я просуну провод, придет вниз. Здесь под блоком разместится реле блокировки и будет блокировать этот провод. Саму сигнализацию нужно запрограммировать еще. Автомобиль у нас Taurac 2011 года. В этой сигнализации я предварительно уже обновил прошивку. Скачал с официального сайта программу для программирования блока Pandora Alarm Studio. Последнюю версию. Скачал прошивку на данную сигнализацию PANDECT X1800. Прошивку, как я уже сказал, я уже сюда загрузил новую. Также пришлось скачать все инструкции по этой сигнализации. Вот в нее есть у меня схемы подключения, там руководство по пользованию подключению. Теперь мне надо настроить саму сигнализацию. Открываю программу Alarm Studio. Вот у нас заставка программки Alarm Studio. Подключаем наш блок. Вот он там заморгал. Питание подается на блок через USB разъем. Здесь мы пишем подключение по USB. Теперь нужно ввести код. По умолчанию 4 единицы. Это у нас заводской код. Есть кнопочка валет на самом блоке. Вводим сам код. Нажал, подтвердило. Нажал, подтвердило. Нажал, подтвердило. Нажал, заморгало, что все правильно. Сигнализация подключена уже к программе. В этой сигнализации я выбрал модель автомобиля. Данный автомобиль у нас без дополнительных подогревателей, без сигнализации заводской. Поэтому программку выбрал я 1133. Версия прошивки 1.35. Теперь надо переходить в программирование самой сигнализации. Заходим в расширенной настройки. Попадаем в меню настроек. У нас тут много пунктов. В некоторых мы сейчас побываем, некоторые возможно пропустим. Дело в том, что автозапуск на этом автомобиле мы делать не будем. Поэтому настраивать мы его тоже не будем. Блокировка у нас третий канал. Нормально разомкнутая. Смотрим, какое реле у нас в комплекте. А у нас реле нормально разомкнутая. То есть блокировка у нас так и останется нормально разомкнутая. Менять не будем. Смотрим, что у нас пока. Слейф режим. Мы его будем использовать, поэтому здесь мы текущее значение изменим на другое. На разрешено. При снятии с охраны поставим. Тоже разрешено. Открывание багажника. Разрешено. GSM. Основной номер владельца. И так как мы сейчас будем все настраивать и проверять, я буду на своем телефоне, поэтому сейчас я буду программировать свой номер. Потом, когда клиент приедет за машиной, то все настройки я постараюсь изменить. В данном меню я записал свой номер телефона, изменил номер запроса баланса и изменил номер сим-карточки, вставленной в сам блок сигнализации. Дальше. Срабатывание тревоги. Здесь мы будем изменять сообщение о причинах тревоги, срабатывание сигнализации. Здесь мы опять поставим галочку. Заходим в раздел блокировки иммобилайзера антихайджек валидатор. Подраздел иммобилайзер антихайджек. У нас заводская установка антихайджек запрещена. Устанавливаем разрешено. Дальше. Алгоритм включения блокировки. Пишем разрешено. Блокировки по CAN в этом автомобиле не предусмотрено. Радиореле у нас нет. Итак, я изменил настройки, которые мне были нужны для установки сигнализации. Теперь мне надо это все сохранить. Я выхожу и нажимаю кнопочку сохранить. Она мне предлагает опять разные машины. Пишу Volkswagen, Touareg, 2011 год, без штатной комплектации и подтвердить. Настройки сохранены. Теперь наш блок готов к установке. Я могу его теперь устанавливать на автомобиль. Конфигурация может быть другая. Для меня, для данного автомобиля я воспользовался такими параметрами. Если кто-то будет устанавливать с автозапуском или будет другой автомобиль, то возможно какие-то параметры надо будет изменить. Блокировку переназначить или еще что-нибудь, управление поворотами. Все делается с помощью данной программы. Я сейчас пока запрограммировал так, теперь я подключу сигнализацию к автомобилю и проверю как она работает. Если что-то будет неправильно работать, то можно будет демонтировать блок и изменить какие-либо параметры. Либо взять шнурок подлиннее, если будет возможность добраться к блоку, то не снимая его с автомобиля, подключить разъем USB к нему и запрограммировать уже на автомобиле сам блок. На этом пока все, приступаем теперь к монтажу, к прокладыванию проводов, к подключению проводов к автомобилю. Я предварительно сделал косу, то есть вот наш блочок, такой жгут. У меня получилось пока два направления и третий провода пока у меня лишние. Я их возможно не буду использовать, но пока не спешу выкусывать, мало ли что изменится в установке. Вот эта коса, три провода, масса, сирена и выход на блокировку. Эти три провода у нас пойдут под капот. Здесь у нас плюс-минус, наша шкакан шина и провод на подключение бузера, пищалочки. Вот такая штука. При нераспознавании метки она у нас будет издавать звуки. Пока вот так. Теперь надо идти все это дело предварительно установить, подключить и проверить. Да, еще есть датчик температуры двигателя. Я его планирую расположить внутри салона, на печке двигателя, возле радиатора печки внутри салона. И смотал все тряпчаной изолентой. Вот такая вот изолента, очень похожа на изоленту, в которой обматаны провода в автомобиле. Будет большая скрытность и совместимость с проводкой автомобиля. Первым делом я закрепил нашу кнопочку и светодиод на поверхности, которая была оговорена с клиентом, на рулевой накладке. Прикрутил ее саморезами. Провод у нас замотан в тропчаную изоленту. Здесь я его пристяжил к жгуту проводов и пустил его вдоль проводов вниз в рулевой колонке. Теперь я эту накладку могу поставить назад и мне здесь больше делать нечего. Вот наш провод, стяжка к основному жгуту. Теперь я этот провод провожу в сторону размещения нашего блока от сигнализации. Продолжаем монтаж. Как я вам говорил, мы вытянули провода под капот. Под капотом у нас установлена сирена и в блоке предохранителей сделана блокировка двигателя. Релюшка блокировки спрятана в самом блоке предохранителей. Из-за того, что у нас не открутился дворник, мне было немножко неудобно, но я с этим справился. У нас здесь только три провода, остальные провода все у нас в салоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Итак, я подключил уже основные провода на сигнализации, сделал блокировку, проверил ее в тестовом режиме, то есть она у меня ставится в охрану с брелка штатного, также сигнализацию могу поставить в охрану с метки, снять с охраны. Проверил сигнализацию в телефонном режиме, то есть позвонил ей на номер сигнализации, она мне ответила, сказала в каком режиме у меня находится сигнализация, предложила варианты постановки, снятия, баланс проверить. То есть я это все сделал, то есть основная часть сигнализации работает, то есть все провода которые надо было подключить, я подключил. Теперь остался этап настройки приложений для телефона, настройка работы сигнализации по блютузу. Ну эту часть настроек я буду уже проводить непосредственно с клиентом, так как есть необходимости стирания секретного кода на карточке. То есть я вам говорил, что на этой карточке есть секретный код. То есть этот секретный код должен знать хозяин. То есть когда он приедет, он этот код сотрет, я ему расскажу как настроить приложение для телефона. Мы вместе с ним все это настроим, зарегистрируемся и тогда попробуем поуправлять уже непосредственно сигнализацией с телефона. На этом сегодня будем заканчивать мой видео обзор. Кому было интересно, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте просматривать все видео до конца. Ну и палец вверх, а я буду снимать новые видео обзоры. Сегодня пока.